Тёмный экран, тёмный свет. Здравствуйте, дорогие друзья! И снова с вами Фархад Баттон! Салам алейкум, друзья! Сегодня у нас последний отборочный тур, и мы начинаем! Дорогие друзья, сегодня у нас участвует в нашем Фархад Баттли инструктор-методист по вопросам духовности и просветительству Дворца культуры Фархад председатель женсовета Хамидова Наргиза Салахиддиновна! Праздник! Концерт-мейстер Дворца культуры Фархад Умерова Елена Анатольевна! Первый раунд. Блиц-вопросы. В этом раунде будут задаваться вопросы, на которые участники должны ответить в течение трёх секунд. Итак, Елена Анатольевна, вы готовы? Готовы. Тогда поехали. Какой сок собирается весной? Берёзовый. Правильно. Когда на Земле наступает астрономическая весна? День весеннего равноденствия, 21 марта. Правильно. Какой полюс холоднее, северный или южный? Южный. Правильно. Зимой серый, летом белый. Кто это? Заяц. Правильно. Какое название носит кактус, который зацветает только зимой? Декабрист. Правильно. Какая жидкость самая лёгкая? Дальше. Жиженный водород. Какое поле появляется вокруг любого предмета? Гравитационная. Правильно. Когда беззубый чувствует боль от зубов? Когда его кто-то укусит. Правильно. В каком году люди едят больше обычного? Высокосный. Правильно. Какой узел нельзя развязать? Железнодорожный. Правильно. Итак, у вас 9 правильных ответов. Наргиз Алхайдинова готова? Готова. У матери Алёны трое детей, двое из которых зовут Вера и Надежда. Как зовут её третьего ребёнка? Ну, скорее всего, Алёна. Правильно. Какая горная вершина была самой высокой на Земле до покорения Эвереста? Непокорённый Эверест. Правильно. Чем больше вы берёте, тем больше их оставляете. Отпечатки пальцев? Правильно. Меня покупают для еды, но никогда не едят. Кто я? Возможно, тарелка. Правильно. Бизнесмен покупал яблоки по 5 рублей, а продавал по 3 рубля. Через некоторое время он стал миллионером. Как такое возможно? Возможно, он был миллиардером. Правильно. Что появилось раньше, яйцо или курица? Пусть будет яйцо. Яйцо. Маша стоит позади Кати, а Катя стоит позади Маши. Как такое возможно? Может, они спиной стоят друг к другу? Правильно. Можно ли уронить яйцо на цементный пол и не разбить его? Можно. Можно. Цементный пол сложно разбить яйцом. Кто из президентов США написал свой собственный рассказ про Шерлока Холмса? Дальше. Рузвельт Фрэнклин, 32-й президент США. Какой налог ввели в 12 веке в Англии для того, чтобы заставить мужчин пойти в войну? Возможно, налог на трусость. Правильно. Итак, дорогие друзья, вот и прошел первый раунд. Наши дорогие, любимые участницы отгадали по 9 ответов. И у нас ничья по итогам первого раунда. Мы двигаемся дальше. Второй раунд. Повтори танец. В этом раунде участники должны посмотреть танец, а после повторить его. Победителя определяет жюри. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И решающий голос дает наш светооператор Артур Рахимов Барабанная дробь нужна? Нет! Елена Анатольевна! Итак, по итогам второго конкурса у нас побеждает Елена Анатольевна и ведет в общем счету 2-1 Третий раунд! Угадай песню! В этом раунде участникам показывается ряд картин, в которых спрятаны песни Итак, есть варианты, что мы видим на картинках, можете даже сказать Тадж-Махал и сказки Есть варианты какие-нибудь? Нет вариантов, вообще нет вариантов Вообще нет Итак, смотрим правильный вариант Восточные сказки Знали эту песню? Знали! Смотрим дальше Сливки Сливки? Хорошо, а ваш вариант? Ягода-малина Итак, смотрим Знали? Конечно Очень известная композиция Вечеринка у Децела дома? Правильно Вечеринка у Децела дома Гуляет весь район, гуляет вся Школа-вечеринка у Децела дома Все двигаются Варианта нет? Нет вариантов Слушаем правильно Почти, почти Рядом были Я рисую на асфальте Что? Стоп Слова хватит А, ну, есть вариант И он был правильным Давайте посмотрим Итак, по итогам Третьего конкурса У нас Один и один По итогам Общий счет Три-два И впереди Елена Анатольевна Четвертый раунд Конкурс на внимательность Где участники Должны внимательно Рассмотреть картину И после Назвать спрятанный предмет Запоминаем картинку И, внимание, вопрос Сколько микрофонов на фото? Три Три, ваш вариант? Два Два, Варя Итак, смотрим Правильный вариант Четыре Был один Спрятанный Следующая картинка Смотрим Запоминаем Сколько красных книг На фото было? Одна Одна И еще? Одна Одна Хорошо Смотрим Правильный вариант Их было две Внимательный Внимательный Смотрим Смотрим Третья картинка Кто из руководителей Есть на фото И где? Скорее всего Один руководитель За кулисами За кулисами? С какой стороны? Где они? С правой С правой? Хорошо Ваш вариант Кто из руководителей? А кто из руководителей? Кстати, да Если это группа Биг Булатовой Значит, она Возможно Эльвира Эриковна С левой стороны С левой стороны Итак, смотрим Эльвира Эриковна С правой стороны Одно Итак, следующая картинка Смотрим 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 Два автомобиля Два автомобиля Три Три было автомобилей? Сколько автомобилей было на фото? Итак, смотрим. Три было автомобиля. Спрятан был от аннекси. Один-один пока что. И последняя картинка. Запоминаем, запоминаем. Сколько человек на фото в атласном платье? Двое. Двое. Ваш вариант? Много. Ну, много это не может быть так. Нам нужны точные количества. Ну, хорошо, пусть будет одна. Не знаю точного ответа. Пусть будет одна. Итак, смотрим. И вправду была всего лишь одна женщина. Итак, Елена Анатольевна заработала одну очко. Наргиза Салхидинна два очка. По итогам четырех раундов у нас общий счет 3-3. Пятый раунд. 16 кадров. В этом раунде участники смотрят известные кадры из фильмов, а после должны сказать, какие кадры из фильмов были показаны. надеюсь, память о вас не умрет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это она тебе сказала? Ну что ж, братцы, поезжайте отдохните. Девочки! Если придется, зайцем полечу, но доберусь домой к сыну. Субтитры создавал DimaTorzok Вы все должны это увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждого из нас горит ярость воина. Каждое поколение, несколько бойцов доказывают это. Кто-то из вас троих решит судьбу турнира. Привет, трубочист! Привет, зовут Вета! Ребята! Но не только это отличает Смурфетту от остальных. Слушай, а как он туда попал? С днем рождения! О, спасибо, чувак! Спрятал мир до дубов? В моем справочнике все по-другому. Привыгай, сынок! Рассел! Я спасу Кевина! Гадкий я! Гадкий я! Не было там такого? Смурфики! Смурфики! Было! С легким паром! Было! Один дома! Было! Кавказская пленница! Есть такое! Мортал Комбат! Есть! Гладиатор! Есть! Аватар! Не было! Считай до трех! Корпорация монстров! Было! Я все забыла! А ледникового перевода не было? Не было! Не было! Все, не вспомнили, да? Заканчиваем мы пятый раунд! Итак, ведем подсчет! Подсчет уже провели! Да! Фильмы, которые вы не сказали! Итак! Мстители! Суперсемейка! Три богатыря! Блин! Гринч! Семейка Крутц! Отряд самоубийц! Мадагаскар! Вверх! И трое! Итак! Общий счет! Общий счет! Елена Анатольевна отгадала 4 фильма! 4 фильма! А Нарвега Саландинна отгадала 3 фильма! Итак! По итогам 5 раундов! У нас побеждает Елена Анатольевна со счетом 7-6! Отборочные туры подошли к концу! Увидимся в полуфинале! Я хотела сказать большое спасибо за отличную игру! Теперь буду более внимательно смотреть фильмы, запоминать название песен, чаще танцевать! Елена Анатольевна, вам большое спасибо! Игра была честной! Ребят, удачи! И много-много просмотров вам! И чтобы ваше шоу было самым ярким, самым интересным! И долгих лет вам! Спасибо! Спасибо за передачу! Спасибо за сильного соперника! Спасибо ведущим за прекрасные вопросы!